всем привет дорогие друзья небольшое превью перед видео покажу как я забиваю данные системы автоведения электровоза p1 так нажимаем кнопочку автоведения табельный номер я уже забил входим оперативное меню так первое номер поезда номер поезда у нас 17 вот правильно дальше что я делаю подгоняя немного его то есть нагон у нас будет не до спяжевой серьги а до контрольной точки до станции определенные выбираем какая станция далековка нет я забиваю другую станцию внешний я забиваю деревян параллельно я еще пробую тормоза поэтому дают отпуск сейчас отпустим 34 секунды через 20 секунд нужно обратно включить тумблер и pt вот этот технология у нас такая 34 было прибыл поезд номер 91 на седьмой путь так все четыре включили тумблер продолжаем так деревянка двадцать один двадцать девять да все правильно двадцать семь двадцать девять поставим на пару минут пораньше двадцать один двадцать семь на случай боковых путей и прочего прочего так забили дальше следующее что номер перегона шестой петрозавос галяковка все верно параметры поезда 15 вагонов все правильно 10 30 тысяча 30 тонн все правильно так все вроде как все забито все забили что дальше надо проверить предупреждение предупреждения нас нету нажимаем сюда смотрим что у нас здесь предупреждение два каких-то предупреждения есть удаляем их всех удалить до удалить предупреждение 0 все порядке вот все предупреждения удалены режим работы у совпал нас данный момент маневровый 2 то есть пока еще даже режим советчика не включен я не включаю раньше времени почему потому что начнется голосовое оповещение будет мучить меня из-за того что кран стоит четвертым и без конца будет отвердить умалишенная дуняша наши на этом пока все дальше планирую я вам показать как будет работать именно автоведение так включаем тягу и включаем автоведение так сегодня мы с вами следуем с поездом номер восемнадцать на электровозе поедем сто девяностый это видео я решил посвятить работе автоведения первую очередь камеру sony направили мы на дисплей звезды походной надо подогнать автоведение задание у нас петрозаводск 855 небольшой запасик сделать для этого заходим оперативное меню как электричка на встречу и заходим в меню нажимаем вкладку расписание так анишский 08 42 поставим все 42 вот сюда не пойдет сюда до доставка ничего страшного поехали повеселее поезд Поехали. В одном из видео я уже об автовидении рассказывал. Чего мы не едем? Расчетная скорость 76. Какого перехода? 77. Вот так она у нас работает, конечно, через задницу, мягко говоря. Или на выходной. Видимо, из-за того, что впереди препятствие, нам предстоит следовать по предупреждению. Вот у нас сюда внесено следующее предупреждение. Скорость 70. 378 км. Восьмой пикет. Так, желтый щит вижу. 70 поедем. Видимо, поэтому автовидение уже решило не разгоняться от работы. Сейчас посмотрим, как это наше автовидение отрабатывает ограничение скорости. Вот она видит следующее препятствие. Единственное, что сегодня у нас молчаливый суд не говорит, ничего не слышно. Это, видимо, либо выключено каким-то образом, либо неисправно, скорее всего. Грузовое помещение не работает. Грузовое помещение не работает. Отлично. Грузовой, это вплотную за электричкой идет. Так, вот тормозит ДПТ у нас отрабатывает ограничение скорости. 300 метров осталось. Вот у нас фактическая скорость 73 сейчас. Вот показывает 165 метров до ограничения. Начало 70 генем. Да, отпустило, только что-то рановато сейчас на счет раскатывания. Надо тормозить снова. На дисплее это можно увидеть. Вот здесь играется желтеньким. Конечно, без замечаний. Понятно, без замечаний. Походной зелёной. И здесь вот видим перекрышу, буковка П. Торможение в режиме, то есть, в котором режиме перекрышивания. Несопасно место. Несопасно место. И автоведение сейчас, да, в зелёной. Вот состав у нас имеет длину, естественно. То есть, пока состав выходит с ограничения скорости, вот она показывает, что текущее ограничение 70. Как только поезд выйдет с этого места, у нас расчётная скорость и текущее ограничение увеличится. Ну вот текущее ограничение 100, расчётное 80, потому что впереди у нас 100, ограничение 80. По столу вышли. А, вышли в порядок. Поехали. В данный момент, впереди это следующее препятствие 80. Это у нас, грубо говоря, постоянно действующее. То есть, на перегоне у нас скорость разнится. Нет какого, что весь перегон скорость 100, допустим. Вот здесь кусочек перегона скорость 100, дальше будет ограничение 80. Это как бы по приказу. Постоянно здесь такая скорость. Эти скорости уже у машинистов в крови, как говорится. При всем желании быстрее не поедешь. Зрёвно щит. Так, зрёвно щит. Последовали? Зрёвно. Зрёвно щит. Зрёвно. Есть много слов. В интерфейсе. Я, в принципе, говорил как-то в одном из таких видео. Но, чтобы ещё раз это всё вам объяснить, раз уж видео посвящается именно авторидению. Здесь у нас фактическая скорость, время со спутника передаётся, у нас клуба передаётся, клуб получает его со спутника и передаёт его сюда. Вот снова тормозит ТПТ. Сигнал, знакас. Что у нас дальше? Задание, которое я задаю непосредственно, либо по умолчанию, там будет несколько станций впереди. То есть я вот в данный момент задание поставил в Онежске, 8.42 прибыть. Но она уже не успеет, это назначено. Для чего я это делаю, просто делаю запас по времени, как бы. Стараюсь по расписанию не ехать, а ехать на пару минут пораньше. Что очень часто бывает, если вечер не предупреждает, а поезд попускает по боковому пути мистер-главного, и возникает опоздание. Если у меня уже заранее будет небольшой запас, соответственно, этого опоздания не будет. Что дальше? Относительно расписания отметка, то есть данный метод он считает, что мы следуем графиком, хотя это не так. Ещё раз повторюсь. Текущая зона, то есть к какой станции мы подъезжаем, через сколько по расписанию нам нужно нагрузить. По расписанию должно быть там 8.44. Что дальше? Светафор, который греет. Паянное размещение. Вот расчёт, наверное, она выдала в данный момент максимальную 100 г. торчат. Она будет разгонять поезд. Светафор, который греет. Вместе 60 метров. Вот он приедами, как вы сейчас видите, в маленькой камере. Профиль пути. Сейчас 7 тысячных подъем, значит, в этом месте. Ну, спрямлённый, конечно, но более-менее так показывает. Что дальше? Расстояние до станции. Вместе с километров. Следующее предупреждение. В данном я уже ничего неудобно. До Петрозаводского предупреждения нет. Следующее препятствие. Текущее ограничение. Режим, в котором электромоз следует. Сейчас режим тяги. Что это такое, я даже толком не знаю. Скорее всего, зоны ВИП, наверное. Заброс тоже не наше дело. Режим торможения здесь загорается. В тот момент, когда машина начинает тормозить. Основной тормоз у нас электропневматический, ЭБТ. Вспомогательный здесь можно включить. Будет ЭДТ. Рекуперация наша. Но я выключаю рекуперацию на автоведение, чтобы она не пользовалась. Если нужно это рекуперировать, я лучше сделаю это сам. Что очень часто бывает, реакция создает она лишнее и так далее. Не нравится мне, как она это делает. И уставка. Максимальный ток, который она мне выдаст в тяге, 800 вверх. Это тоже машинисту дает. То есть я могу кнопку нажать. Рав 900. Делана похода. Это у нас сауна. Сауна там мы не пользуемся. У нас шифровка кнопок. Вот они всех. И вот режим автоведения. Дух в режиме поездной. Сауна не работает. Не смешно. Все просто. И довольно удобно, на мой взгляд. Пробовал я уже использовать автоведение на Экгрузии по 20. Мне не понравилось. Здесь поудобнее, на мой взгляд. Более информативно, что там показывает много лишнего. Профиль пути зачем-то показывает. Хотя машинист любой и так должен знать профиль пути. Перегонов, по которым он ездит. Максимальная скорость, которая сейчас, вот она загорается желтым. В тот момент, когда скорость максимально совпадает с допустимой. Время у нас сейчас 8.40, поэтому уже путевые работы у нас все учились. Много путейцев на пути, а вот приходится сигналить. Особую введенность соблюдать и так далее. Поехали. 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 Друзья, всем привет! Хотите смотреть наши новые ролики из кабины? Представляем вам нашу страницу в Бусти. Тысячи километров пути, снятые за годы работы машинистами. Десятки видов освоенной техники на различных видах тяги. Разнообразный и уникальный контент о работе машиниста поезда. Сотни часов увлекательных путешествий вместе со мной в кабине локомотива по Карелии и Ленинградской области. Все это будет в нашем Бусти. Выбирай уровень подписки и поехали! Ссылка в описании. И да, кстати, подписку можно получить бесплатно в подарок. Подробности в нашей группе ВКонтакте. Он уже пишет опоздание 3 минуты. Почему вот так очень часто бывает? Сначала пишет следуемым графиком, потом пол перегона проходит, до нее доходит, что мы опаздываем. Честно говоря, я не знаю. Тройной ярмачок идет постричь. Кажется, буферные не горят у ярмака. На самом деле это не так. Они горят. Видишь, в пуле сухой конец, а он есть. Да, готов. Так, а сейчас мы будем использовать режим рекуперации. Переходим в основную клавку. Проведение включаем. Вот это говорит, что режим советчик. Включаем рекуперацию. Понятно. Силовая схема пошла в режим рекуперации. Тяга рекуперация собрана. Даем минимальный ток. 120 примерно. 100 лисе, 120. Вот. Так, рекуперация собралась. Состав сжался и начинаем накручивать. Тача баксования срабатывает. То есть немножко на юз срывается машина, поэтому надо подавать песок под колесный пар. Вот я максимально на юз 600. Это, на мой взгляд, очень много. Что там первое тяга? Делем это одно место. Находим или нет? В ходе переезда, да? В этом станции. В этом станции. В этом станции 80. В этом станции нет. Тем не менее, скорость падает довольно серьезно. Вот фактическая скорость, она здесь видна, видите? Сейчас у нас скорость 80 по станции, но я снижаю здесь скорость до 70 км в час. Это связано с тем, что если едешь быстрее, то идет. Вот я effects fair. Любой второй режим. Минимальный тон. Только оставляем. И выводим скорость. Что ты хочешь, теперь не сможешь? Крежеводим. Потихонечку разбирается, bateu тронии. На входе в станцию Нерский идет постоянный сбой. Если следуешь выше 70 км в час, идет сбой на белый. Соответственно, приходится оттормаживаться, теряется время. Идет реакция в поезде серьезная, поэтому я стараюсь быстро и снизить. Но в данный момент, получается, мы опоздаем уже на одну минутку. На выходе в станцию Нерский тоже идет сбой в дам, поэтому стараюсь не ездить больше 60 км в час. И, в принципе, эти все сбои, как они считаются технически обоснованными, короткие стрелочные секции, наводятся от высоководных линий, помехи. Сделать с ними дом. С 2-го выхода сделаем. С 2-го выхода сделаем. Не, подожди, по 2-му 80-му у нас. Так, включаем автовидение. Здесь вот проходит высоковольтная линия. Из-за нее бывают помехи, наводятся на рельсе. И вот идет код КЖ вместо зеленого. Причем со сбоем на красное, с экстренным торможением, со всеми делами. В этом, вроде как, мы и опаздываем. Ну, а лучше, как говорится, не приглацовать все ровно. Так, Петрозаводск опять пишет, 85. Давайте немножко подгоним ее. Так, станция Минополка, станция Петрозаводск. Вон 8, 53 поставим. Не наставка времени, не наставка времени. Ну, ничего страшного, что делать. Поехали. Поехали. Хотя, конечно, как она нагоняет, мне категорически не нравится. Сейчас, что в сопле живем, а? У меня осталось до прибытия 8 минут. Леет она 71 км в час. Это что, нормально, нет? Господа программисты. Сейчас придется мне приходить на руки. Да, приезд свободен, заградительный не горит. Я категорически не хочу там нагонять. Переходим на руки. Еще тут сопли сжевать. 79, кстати, показывает фактическую скорость. В районе у меня на клубе 77. Почему так интересно тоже? Просто интересно. Может, потому она и не нагоняет. Начинается, все снимается. Компорт на экран. Переходной далеко в сервере. Сережей зеленый кран. А второго. Давление опять заиндёт. Тормозное. 8,4 грамм. Маят. Время у нас осталось в притык, чтобы до прибыли расписание на станцию Петруновод. Так что надо ехать быстро. Время у нас осталось в притык, чтобы до прибыли расписание на станцию Петруновод. Время у нас осталось в притык. Время у нас осталось в притык, чтобы до прибыли расписание на станцию Петруновод. Время у нас осталось в притык, чтобы доходить на станцию Петруновод. Время у нас осталось в притык, чтобы доходить на станцию Петруновод. Попал сажировки. Да, я слышал. Четвертый. Перед на бок 40. Четвертый будет 40, да. Попал сажировки. Попал сажировки. Два желтых. Два желтых не мигает, да. Неhum. Четвертый постановку начну. Белый накладный? 40. Гелый 40. Все, снизили скорость с помощью рекуперации на 40 км в час. Перевоплавники разбираем. Четвертый буль забил. Четвертый буль забил. Стрелки поможешь шуток. За 500 не более 20. Поможешь ПТ. Вот здесь, кстати, видно топ, напряжение ПТ тоже. Четвертый буль. Один из подписчиков моих сегодня стоит, снимает. Я на платформе, видно. Верну туда, поднимите. Да, верну. Пожар. Пожар на клубе. Так, 500 метров сделали, 20. 20 сделали, да. Машутный четвертого пути красный. Так, красный машутный четвертого. На огромный пункт, кроллер у нас, в нулевом. Кровер на втором. Да, кролер на втором. давление в тормозной 5.2, 8.2 понятно, 5.2, 8.2 так, лук начал снижать понятно, снижает маршрутный, что только у тебя красный, бежен на полный красный красный, бежен на полный красный, бежен на полный знак остановки локомотива у нас стоит на втором пути по нему примерно ориентируемся все, 8.55, как раз прибываем все к порядке плавненько встали 254, что положи да, да, все затянуто кто-то там долбится сразу же не успели встать непонятно кто, честно говоря и что они хотели какой-то мужичок рукой помахал выключаем ПТ ну что, все, мы с вами прибыли на станцию Петрозаводск это выключено могу вам показать буквально 5 секунды камеру я останавливаю головную и обстановка на первом месте народ выходит, строят у нас платформу в данный момент вдоль третьего пути высокую серьезно взялись, вон какой котлован вырали ну что, всем всего самого доброго пока друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал а также на все площадки, на которых выходят наши видео это ВК и Яндексен для настоящих фанатов проекта мы создали наш Бусти на Бусти вы можете нас поддержать а в благодарность вы увидите наши ролики раньше всех да, и не забывайте про наш Телеграм мы недавно создали Телеграм-канал и обязательно туда подпишитесь и сейчас вы увидите на чем мы поедем в следующей поездке а а а и и и Редактор субтитров А.Семкин